Я уже забыл, что там в новости про террарию было вообще. Давайте заранее разберём новости, чтобы Егор всё опять не рассказал. А что, тебя это не устраивает? Устраивает. Меня не устраивает. Егора не устраивает, да. Мы Егора не спрашиваем, потому что мы не участвуем в голосовании. Ну вот, как всегда. Привет, друзья! С вами Единственный в мире 94-й выпуск подкаста Открыв Вселенной. Вы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Би Кей, и сегодня менять стики на геймпадах со мной будут генерал Серёжка Бароукин. Здорово, Серёга! Хей, йо, дамы и господа! А также Настя Ултологист, которая не прочь пошуметь пылесосами перед стримами. Это я откуда-то вспомнил. А я откуда-то по шуму пылесосы распознал. Серьёзно? Офига, а что, в Омске было слышно? Да, Настя, пылесос мощнейший. Кирби? Кирби. Сочет, что надо, да? А как определить, что надо, а что не надо? Нет, слушай, ну если он прям так сильно шумит, то он что не надо, тоже осознёт. Ну я тоже так думаю. Там прям чёрная дыра получается. Блин, какой сильный. Блин. Слушайте, самое страшное, что это никак не связано с сегодняшними нашими темами. Да. Не, ну про пылесос будет, кстати. Ну ты готов. Мне уже страшно. Да, будет. Будет точно. Да. Ну ладно. Не будем забегать вперёд. Давайте отбежим назад. Вот. Я отбежал назад, мне должно быть хуже слышно. Не надо. Вернись. Ладно, я подбежал вперёд. Короче. Кстати, ты как ходишь вперёд-назад? На WS? Или на stick вперёд-назад? Я на стрелочке. Я старовер. Понял, понял. Вот, а староверы сегодня можете не слышать. Знаете почему? Потому что ничего про старьё у нас сегодня не будет. У нас всё про новьё. Например, одна очень новая игра от Ubisoft, которая ещё не вышла. Да, она уже успела шума там наделать. Да. Ещё не вышла, а уже антихайпует, скажем так. Вот вы любите японский рэп? Неожиданно. Ну... Мне кажется, просто если бы был какой-нибудь японский рэпер Ясуки, я бы, может, послушал. Ubisoft, наверное, подумали так же. Потому что... Они придумали своего японского рэпера с афроамериканской наружностью. Афро-самурая. Да, афро-самурая. Ну, слушайте, вот сейчас мы оттолкнёмся чуть-чуть, погрузимся, вернее, дальше в эту историю. И, блин, ведь про афро-самурая тоже вопросы теперь возникают. Ну да ладно. В общем, что у нас делала Ubisoft? Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Shadows не так давно. Хотя про неё ходило уже очень много-много слухов давно-давно. Вот. Они взяли систему из синдиката с двумя персонажами. Ну, по факту. То есть там тоже можно было двумя персонажами управлять. Засунули сюда. Взяли Дзина Сакай и разделили на двух персонажей. На самурая и на ниндзю. Хотя Дзин Сакай мог делать всё вместе. Молодец, красавчик. Эти не могут. Надо два персонажа обязательно. Значит, девушка Синоби. Вот. И афроамериканский мужчина-самурай. Здоровенный мужичара, который якобы привязан к реальной исторической личности по имени Ясуки. Угу. Собственно, вообще всё началось с того, что Ubisoft поймала анти-хайп и кучу негатива вообще на этом фоне. Да, они такие тренеры укатывают, а там чисто хип-хоп фигарит. Вообще, просто я... У меня есть книжечка про мифологию в Японии. Да, очень большой талмут. Я его листал, постоянно там пытался что-нибудь почитать. У меня просто времени нет. Очень интересная вещь. И там куча вот этих старых рисунков японских. То есть вот в этом стиле прикольном выполнены. И сколько бы я их не листал? Ни одного афро-самурая я там не видел, да? Да, ни одного. Вообще. Да даже рабов не было. Вообще ни одного. Никаких галер, никаких путей из Африки где-то, никаких перепродаж, перепокупок. Серьёзно? Кроме шуток вообще. То есть только про божества, про вот это всё. Никаких афро-самураев там не было. Вот. С чего вообще пошла вся эта история про афро-самурая? Почему мы вообще знаем про этого товарища Ясуки? Потому что существует книга. По крайней мере, на просторах интернета пишут так. Я её не читал, я её в глаза не видел. Её якобы написал один товарищ-историк из какого-то реального университета Японии. Который, всё, вот прям целая книга посвящена этому товарищу. Ведь затронутые темы как раз, вот как вспомнил Серёга, покупки рабов. И вообще работорговли, причём рабов африканского происхождения. То есть темнокожих. И как бы человек, который всё это написал, оказалось, как вот сейчас выяснилось, после того, как провели небольшое расследование вообще люди, энтузиасты и не только, оказалось, что он, используя несколько аккаунтов, редактировал Википедию. Выписывал нереальные факты, придумывал. В книге, получается, тоже куча гонева. Подожди, это как мы хотели новый подкаст делать. Да-да-да. То есть это фантазёр чистой воды. Я не знаю, может там какие-то реально... Ну, то есть, соответственно, ты не напишешь такую книгу, если не будешь привязываться к каким-то реальным фактам. Это мистификация вообще высшего порядка. Потому что тебе нужно брать какие-то исторические факты, их коверкать. Типа, по сути, он написал криптоисторию про какого-то конкретного человека. Подожди, а он как-то вообще в книгах обычно указывают источники, откуда вообще всё это берётся. Он, получается, в источниках указывал в Википедии? Ну, я не знаю, возможно. Ну, а сейчас те, кто запретит-то по факту, да? Ну, блин, такого даже в универе нельзя делать. Ну, в качестве источника Википедии. В универе так и подумали. Поэтому его в итоге с универа, как пишут, уволили. Да, то есть, ему начали хейтить. То есть, его начали хейтить после всего этого. И начали с ним бодаться на тему исторических фактов в социальных сетях. В его социальных сетях. Всё привело к тому, что он просто взял и стёр свою социальную сеть, удалил. Потому что, ну, как, блин, бороться с тем, как ты можешь... По сути, он мог придумать ещё фактов, да? Да. Вот, но надо же на что-то опираться. А когда ты с головы берёшь и придумаешь, тебе опираться не на что. Поэтому, ну, видимо, в заведомо проигрышном положении был. И ничего вообще мне от этого объяснить не мог. Блин, такой хороший историк. Вообще топ, топ. Мне кажется, кстати, манипулирование историей вообще прекрасная схема, когда у тебя много очень фантазии. То есть, главное же для массового пользователя предоставить информацию однотипную. Пушкин и Дюма – это один человек. Да. Причём зовут его Лев Толстой. И вообще вся эта тема сопровождалась такой штукой, как петиция, волшебная петиция, которую создали японские игроки, чтобы Assassin's Creed Shadows запретить. И вообще она очень быстро, бодро сначала продвигалась, но потом всё начало стухать. Сейчас у неё на момент записи подкаста почти 100 тысяч подписей. Причём ещё две недели назад было почти 80 тысяч подписей, и она как-то очень сильно замедлилась. Но я предполагаю, за чего она замедлилась. Потому что вообще весь этот скандал свёлся к тому, что Ubisoft осознала, осознала, что что-то пошло не так. По сути, игра у них уже близка к релизу. Тут чуть-чуть осталось, совсем немножко. И, соответственно, нельзя уже менять концепцию на этом фоне. Ну, камон. То есть, взять, вычеркнуть одного персонажа, который типа Канни как два, как Инь и Янь. Один мощный, другой более слабый, но быстро. И взять одного, вычеркнуть, ну, как бы уже всё, не вариант. Там же и история на этом по-любому вся построена. И все геймплейные элементы. Это уже не изменить никак. Правда, ещё больше вопросов к Ubisoft, которые так настаивали, когда же вот Японии поднялся гвалт насчёт историчности главного героя, что они столько раз пытались доказать, что это всё на реальных фактах. То есть, нет, чтобы сказать, это игра, ребят. Мы придумали персонажа, мы так захотели. И успокоятся. Нет, они же доказывали, что это всё основано на реальных событиях. Вы не понимаете. Но в итоге они же прогнулись. Да. Да? Ну, не, ну, когда сказали, что, знаете, вы в качестве... Ну, то есть, я к чему веду, что они так всё доказывали, хотя, по сути, единственный источник информации – это одна единственная книга, хотя мы все понимаем, что если такая фигура бы существовала... Ну, серьёзно. Ну, то есть, кто мало-мальски знает, как выглядят японцы. Вы действительно думаете, что японцы не занесли бы в историю темнокожего человека, который намного выше их? То есть, он не настолько был бы неприметен, чтобы он вообще бы не попал ни в какие исторические хроники и вообще нигде бы не упоминался. То есть, со стороны Ubisoft... С учётом того, насколько закрыта вообще эта вся страна. Да, насколько была закрыта тогда страна, только начала открываться и не заметить в своих рядах такие пополнения, знаете, это очень странно. Я к тому виду, что это показывает, насколько изменилось отношение Ubisoft, да, если первые Ассасины. Это действительно понятно, что там тоже вымышленные истории. Мы знаем, что таких вот яблок и демонет, и таких вот технологий не было. Да, но там же даже дисклеймер, по-моему, в начале при запуске как же игры, что типа все персонажи вымышленные, все истории случайно, вот это всё. Не, ну они же как? Они же, не, подождите, они же говорили, что мы типа опираемся на историю, на исторические события. Да, мы опираемся. Там есть исторические личности, там есть исторические личности, есть та эпоха, типа восстановленная, ну как сеттинг, но там дофига выдумки. И много, да, то есть там переплеталось, да, вымышленное и настоящее, и было интересно смотреть, вот эти, ходите читать, да, все настоящие факты, где они прям рассказывали, что они брали за образцы, что им понравилось, какие истории их вдохновили, то есть прям, потому что, помните, можно было вот ходить и прям считывать вот эти вот все справки про архитектуру, все эти исторические справки, было интересно почитать. В некоторых частях даже можно было восстанавливать всякие здания. Вот, и это было здорово, что ты мог почитать историческую справку и почитать про настоящего человека и посмотреть, что на основе его выдумали. Но тут они так бились и били в грудь себе, что я, суки, вот этот настоящий человек, но при этом про него получается ровно пару статьй Википедии и одна книга. То есть насколько это показывает халатное отношение, что уже можно было задуматься, что когда так мало инфоповодов и материалов, что что-то тут не чисто. Но они сказали, да нет, нам пойдет, как затравочка, отлично, работаем, ребят, и будем потом доказывать всем, что это правда. Даже если можно было бы просто сказать, что да, выдумали, ничего страшного бы не было. Вот. А вообще, по идее, он же должен читаться как Яске. Безыл. Наверное. Слышишь, Сказка? Диседаска. Да не так. А ты к ним так обращались? И Наруто такой, а ну-са, а ну-са. И причем на этом Юбисофт тоже не прекратили этот враг, это так сказать. То есть они сначала доказывали историчность персонажей, которой, как оказалось, в истории никогда не было. А потом они решили, что это отличная идея рассказывать акционерам и людям, которые вкладывают деньги в твою компанию, что нет, вы что, какие петиции в Японии, какой хейт в социальных сетях, вы что, все так тепло приняли нашу игру, все так хорошо, все так отлично, все так великолепно, что в итоге на фоне... Гугл-переводчиков. Да, пожалуйста, нет, вообще, ни в коем случае не идите проверять эту информацию, ни в коем случае не идите в соцсети. Они так рассказывают, у них акционеры японцы сидят, смотрят на них. Вот, то есть ни в коем разе, ни в коем разе. И получается, что на фоне всех вот этих скандалов лжи с их стороны, там, я сама не ходила на сайты, не проверяла, знаете, не интересуюсь акциями биржи, вот этим всем, но видела новость, что их акции упали до уровня 2015 года, то есть 9 лет успеха, а кому они нужны, мы просто сольемся в трубу. И эта игра же того стоит, потому что Shadow, вот эти ассасины, это же будет просто, вытянет все. Вот ассасин. У меня только вопрос, зачем? Вот зачем? Вот даже, ну пусть, даже если был бы такой персонаж, ну зачем? Зачем оно вообще нужно? Если ты делаешь игру про Японию, ну сделай ты японцев. Почему в других частях всегда придерживались правила, что, ну я, кстати, не уверен насчет всегда, но практически всегда такое было, где, в каком сеттинге ты играешь, у тебя персонаж оттуда родом. Зачем вот это придумывать, что-то изобретать, палки себе в колеса вставлять, непонятно. Кому-то стало скучно. Короче, смотрю акции Ubisoft, смотрю акции Ubisoft. Да, сейчас они на уровне 2015 года. Самый пиковый для них год был 2018, лето 2018 года. Что там выходило? Я не помню, что там выходило. Кто помнит? Не знаю. Вот, и неплохой у них был 2020 год тоже, там они с просадкой выходили неплохо вообще в целом. А что там было? А что там? А что там? Чего не выпускали вообще? Я не знаю, не знаю. Технический анализ подсказывает активно продавать акции Ubisoft. Поэтому, если вы сейчас, являясь обладателем акций Ubisoft, их еще не продали... Мы вас чувствуем. Да, технический анализ из интернета подсказывает, что нужно срочно их сливать. Ну, не факт. И покупать Rockstar'овские. Потому что Rockstar'овские до выхода GTA будут на пике, а потом тоже полетят вниз. Ну, не факт, что Ubisoft'овские сейчас совсем, типа, скаются. Тут же должны выходить всякие у них игручки еще. По крайней мере, Star Wars. Ну, Star Wars... Кстати, вот Star Wars я очень жду. Очень хочу в нее поиграть. У меня очень большие на нее надежды. Да, они почему-то говорят, что на нее потрачено очень много денег на рекламную кампанию. Но я как-то не заметил. Я тоже. Я не видел. Может быть, это все билборды и прочие промо-материалы в других странах, скорее всего. За пределами нашей страны, конечно. Да, да, возможно. Ну, в целом, это, конечно, хайповая штука. Хотя Disney благополучно Star Wars душит, убивает и пинает. Ну, может, они хотя бы что-то смогут. Вообще, там очень много игр по Star Wars делается. И неудивительно, что Ubisoft тоже взялась. Ну, пока по геймплеям как-то нормально все это смотрелось. Прямо интересно. Очень хочется. Очень хочется. Единственное, что проблема, как всегда, не у джедаев. Обычно очень проигрышно смотрится игра по Star Wars, если джедаев там нет. Возможно, там будут какие-то приколы с джедаями. Может быть, какие-то связи с джедаями. Опять же, я не смотрел, в какой период это все происходит. По-моему, там опять между трилогиями это все. Если я ничего не путаю. Но могу путать, потому что реально не смотрел. Вообще, игры про джедаев и так полно. Да мало игр нормальных про джедаев. Это нормально. Недавно же уходило. Ну, так это мало. Сколько тебе надо? Мало. Мне надо по одной игре в год. Ага. То есть... Мне надо Jedi Academy 88, 99, 100. То есть, должно быть Call of Duty, только про джедаев. Да. Ну, смотри. Смотрите. Вот Jedi Academy настолько гениальная вообще в плане... Боевки. Механик, боевки, да, игра. Да, что спустя столько лет, когда она вышла на PlayStation, я писал обзор. Я вот заморочился даже, чтобы в мультиплеере забрать трофеи и забрать платье. Спасибо Диме, кстати. Вот. Ну, потому что это такой кайф. Я прошел, как в первый раз опять. И все. То есть, хорошая вот эта вот Star Wars Unleashed, неплохая очень даже. Да, 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 да. Вот. Где про джедаев они самые заметные. То есть, опять же, The Old Republic. The Old Republic. Кнайцев The Old Republic имеется в виду в обе части. Которые. Тоже ты, по сути... Ну, ты же отыгрываешь джедая там. То есть, везде, где ты отыгрываешь джедая, все эти игры самые жирные, вкусные. Поэтому... А какие игры, в которых ты не отыгрываешь джедая? И был какой-то шутер старенький, неплохой. И... Слушай, дофига. Почему? Ну, вот не так давно выходила космический симулятор леталка. Squadrons? Стратегия была... Да. Вот там целая линейка же, на самом деле, вот этих всяких... Баттлфронты, да. Но Баттлфронты, это все-таки другая история. Там даже джедая нормально ты не отыгрываешь. Он через задницу там реализован в целом. Ну, как бы. Ну, реально, объективно. То есть, там вот это вот не очень все работает. Поэтому, как только у тебя нормальные вот эти вот схватки начинаются, со спины там, с видом, с мечами, у тебя все сразу... Плюс 10 игра по всем фронтам, по всем направлениям. Ну, и у меня так. Я не знаю, у кого как. Здесь я очень жду. Почему? Потому что, ну, в целом классно сделан мир. И путешествия классно сделаны. Вот это вот все. И вообще мы, конечно, мощно отклонились так. Потому что... Все нормально. Все нормально, говори. Я с треком тяду, тростью буду махать. Что вообще еще меньше игр получаем, чем по Star Wars. Просто не, я понимаю. У меня, видишь, в чем прикол. Star Wars, у него вообще вся центральная концепция как раз-таки вот на противостоянии джедаев. То есть это все строится на трагедии Дарта Вейдера. Дарт Вейдер, Ситх, соответственно, противостояние джедаев и Ситхов. Все, это основа. И вот эти мечи, вот эти лазерные, это, по сути, центральный элемент всей вселенной. То есть вокруг вот таких вот суперспособностей, ну, особых способностей, вокруг силы, вот этого всего, это все и строится. Поэтому, когда этого нет, когда оно не упоминается или проскальзывает, это кажется все, любой продукт будет вторичным. Ну, ощущаться будет вторичным. Это так же, как, я не знаю, взять Фоллаут и не упомянуть Нью-Колу вообще. Нет, там по-любому будут джедаи, просто ты не джедай. А я думала, что у нас сейчас будет подводка связи Star Wars с ассасинами, что голубые и красные вещи, это как ассасины и темплиеры, понимаешь? Ну, по сути, да, тут конфликт. Не, я конкретно про элемент, вот про вот этот элемент. То есть противостояние, да, оно, по сути, там в лоре никуда оно не денется, оно на фоне всегда будет. Но вот именно вот эти схватки, эти мечи, сила, это вот все центральные элементы, поэтому он должен быть. Вот в Стартреке-то можешь какой-нибудь выделить центральный элемент? Там же просто вот исследование вселенной, да? А я хотела сейчас сказать, да, что это как сделать что-нибудь по Стартреку, но не сделать центральной темой исследования, открытия новых планет, взаимодействия с какими-то новыми расами и прочее. Вот, вот, вот. Поэтому тут так же, как из Ассасин's Creed, убрать вот противостояние тамплиеров и ассасинов. Ассасин. Убрали же вроде. Да, кстати. Ну, и как зовут эту игру с маленькими оценками? Нет, подождите, а вы играли и в Origins, и в Odyssey, и в Valkyrie? Нет, я... Меня бог уберёг. Я, честно, не раз в подкастах говорила, что когда я узнала, что вот эта вся новая линейка вот этих их переосмысленных ассасинов началась, я сказала, что с полной зачисткой карты старые ассасины занимали 20-30 часов. Мне этого хватало с головой. 80 часов я в ассасинах не готова проводить, простите. Для меня это слишком. Мне и на 30 ты уже начинала поташнивать, а вы хотите, чтобы я 80 там прыгала, скакала? Собери все перья, сожги все башни. Нет, 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 ребят. При всём уважении, 80 часов... Ой, это уже перебор. Вот, слушайте, тут тоже такой вопрос, почему все начали плеваться. Как раз, наверное, вот ассасины, там, Far Cry, вот эта вся история. А я как-то сильно не погружался в это. Я очень хотел поиграть и в Odyssey, и в Origins, и в Elgal, во все. А знаешь, почему все плюются? Потому что оно всё тупо сделано по одному лекалу. Они каждую часть добавляют в какую-то одну небольшую фишечку, которая больше похожа на DLC в предыдущей игре. При этом растягивают это всё на тот же самый хронометраж и продают, как новую игру за фулл прайс. Ну, слушай, я не играл, я не могу оценить. Вот, ну, объективно. Я просто чему ещё хотел сказать, это про Rise of the Ronin история. Rise of the Ronin. Я зашёл, и я так и не прохожу сюжетку, очищу карту, и мы почему-то в кайф. Видимо, потому что я ещё не устал и не погружался настолько в ассасинов. Вот в это вот всё. А многим поэтому и не зашло, наверное, как раз, из-за того, что очень похоже на вот это всё. Возможно. Короче, палка о двух концах. То есть тут всё зависит от того, как ты к этому относишься, надоело тебе или нет. Присытился этим или нет. Ну, опять же, выходила Mirage, ну, насколько я понимаю, там она была сильно меньше по размеру вообще. То есть Assassin's Creed Mirage. И как бы я не видел, чтобы у неё там какие-то прям сильно она выделялась на фоне остальных частей серии, чтобы у неё были какие-то запредельные оценки там. Ну, просто типа вышло, вышло. По-моему, даже у неё ещё меньше хайпа было. По общим ощущениям. Хотя она меньше. То есть, может, не это играет. Может, как раз люди прекрасно знают, что если они купят Assassin's Creed, они потонут там часов на 80. То есть ты купил, это идеальная покупка, если у тебя ограничены бюджетные игры, но тебе в целом нравятся ассасины, и ты успел от них отдохнуть. Пока делали. Да, при этом они ещё знают 100%, что они получат. В то же время никаких отличий особо нет. Слушай, ну, может, поэтому Mirage так спокойненько. А, кстати, там ценник я что-то не смотрел. Наверное, ценник был чуть пониже. По-моему, если память не изменяет. Ну, опять же, что-то у меня с памятью. Добавьте мне оперативки или SDD. SSD, простите. SDD, это почти как XBB, но это очень плохие ассоциации. Это DDT. Нет, DDT нормально. DDT, вы, кстати, знаете, что DDT, это вообще формула ДУСТа, типа. Это ДУСТ, DDT сокращение. А-а-а. Я не так давно это узнал, и я малость перехренел. Так что, вот, по сути, они называются ДУСТ. Что такое осень? Что такое осень? Это дата релиза Assassin's Creed. Да. Ладно, мы очень сильно отклонились от этой всей темы. Причем отклонились так нифигово. Нормально. А, ага, нормально. Нормально. Нормально отклонились. В общем-то, к чему мы подходим сейчас? К тому, что Ubisoft в конечном итоге фраер сдал назад, сделала. И, собственно, извинилась, сказала, да, у нас игра. У нас игра, и все. Собственно, можно было это сделать сразу? Да, и сказали, ну, с Fantasy, мы ничего не знаем. Мы все придумали. Опять же, да, тогда бы не было вот этого всего хайпа. Это же все хайп. Это нет плохого пиара. Ну, и тем более, если Assassin's Creed сели, ну, ее тяжело потопить уже. То есть, что бы ты ни делал. Тем более, сеттинг японский, ну, он же просто вот, ну, это ж кушается. Ubisoft сейчас такие, возьмем нас слабо. Сейчас устроим. Мне кажется, за последние годы очень много вышло игр в японском сеттинге, и они многим могли уже тупо приесться. Вот, это да, следующая мысль была, что это пока кушалось, кушается, и в будущем может оно уже с горчинкой быть, потому что все уже... Я просто смотрю вот эти анонсы. Да, вот анонсы, помните, были все последние, такие свежие, и в демонстрации. То есть, показывают какой-нибудь вуконг, этот вулонг, вуконг, там, как он правильно называется, про обезьянку, про короля обезьян. Я думал, ты про клан. Вот он клан. Методмен, вот это все. Потом начинают показывать игру, которую я даже там не запоминаю. Очередная игра, которую пишут все секерои. Смотрите, новая. Это тоже от китайцев. Да, она про Китай. Да, прям, даже вот я не могу запомнить. Что там Zero, что-то там. Вообще, то есть, Phantom Zero какой-то, по-моему. Blade Zero. То есть, вот видите, они даже не цепляются названиями. То есть, есть игры, которые ты сразу щелк-щелк, а у тебя в голове осела, ты ее помнишь прекрасно. А тут настолько это... То она просто вот не цепляется, ни в голову не осаживается. У тебя какие-то кадры геймплея в голове возникают. Я ее ясно в голове вижу, вот эту боевку какую-то немножко хаотичную. И она выглядит просто как куча соус-лайков, которые сейчас постоянно стали выходить. Потому что все фигачат соус-лайки, фигачат игры про Японию. И блин, это уже начинается какой-то перебор. Но при этом название Stellar Blade мы, по-моему, все запомнили, да? Ну, Stellar Blade фишечка была. Одна, одна. Одна, одна. Нет, одна, не одна. Нет, ну, как бы, блин. Вообще начала индустрия в этом вопросе исцеляться. Уже очень много, мне кажется, стало сильно больше. Я сказала, что она начала исцеляться, потому что, скажем так, азиаты не шибко-то... Просто для этого азиатские игры были просто не так хорошо освещены в международном поле. То есть я бы не сказала, что азиаты прям сильно начинали что-то цензурить. Но мы не берем в ситуацию Sony, которая на своей консоли давила и жесткую цензуру, и пятые, и десятые. Они просто тоже начали больше работать на запад. Но если мы говорим про многие именно чисто азиатские студии, которые все-таки больше верны себе, чем работают на международную аудиторию, то они не шибко-то куда-то уходили в сторону цензуры, в сторону, как это принято назвать, повесток и прочего. Просто мы про их игры меньше намного слышали. Новости про них редко доходили до такого общего инфополя. То есть там люди себе покупали их, наслаждались, и было нормально. Скажем так, это просто начало больше освещаться. На эти игры начали обращать больше внимания крупных издателей. Поэтому раньше бы Стэллор Блэйв точно так же бы вышел где-нибудь у себя на родине. Да и люди бы играли, и все. Просто я с китайцами, слушай, я вспоминаю про Николь историю из Зон Зиро, у которой в бете был один размер груди, а потом стал другой размер груди. Потому что, да, так как они захотели втиснуться в определенные рамки, то есть, во-первых, выйти на международную аудиторию, а во-вторых, они хотели вместиться в определенные возрастные рамки, пришлось Николь немножко уменьшить все это дело, чтобы... А чем оно мешает? Ну чем? Вот, то есть, если бы им... Они, в принципе, если бы они были готовы, там, например, 16 плюс 18 плюс поставить и прочее, то без проблем оставили бы Николь такая, какая она есть. Получается, женщине с формами нельзя появляться на улице, потому что ее могут увидеть дети? Это все реально абсурдно. А еще женщина с формой, в принципе, желательно не появляться ни в соцсетях, нигде, потому что начинают осуждать. Как так? У тебя грудь выросла! Ты что? Это меня так просто поражает. В последнее время вообще какой-то бред творится, поэтому, да. Лучше вообще сиди дома, не гуляй, а то ишь ты падишь, ты вымахала и хочешь куда-то вот. Нет, я понимаю, есть фанаты разных размеров груди, но... Я не знаю людей, которые такие, крути, да-ка. А, я видела. Не надо с ними взаимодействовать. Это очень разные люди. Так и есть? Есть. Ну, есть. Я не буду озвучивать это за группой людей, потому что... Лучше держаться подальше. Я считаю, что мне же не нужен только один тип груди, муж свой. Мне не надо. Вот так вот началось. Не-не-не, подожди, а женская аудитория как? Кстати, помните, когда недавно была новость, я не помню, какая конкретная игра, но они написали, что добавили чисто фан-сервиса, гача какая-то, по-моему. Им не гача. Короче, просто, что игра начала сильно набирать аудиторию, после того, как просто добавили фан-сервис. А, да-да-да. Да-да-да, ну, RPG, мы же хотели, она же даже у нас лежит где-то в чатиках. Разработчики Snowbreak Containment Zone. Да, они получили дикий буст покупок аудитории, когда решили, что хватит играть по-честному, мы ведём этот чёртов фан-сервис. Да, они просто ввели фан-сервис, и всё. Так, потому что это же, ну, запросы аудитории, аудитория заинтересована. Почему не добавить, я не могу понять. Ну да, поэтому и скинники нас добавляют в Call of Duty. Естественно, конечно, все же хотели. Не, я просто по себе знаю, вот ведём мы наш телеграм-канал. Мы, я, Александр Первый. И, соответственно, там появляются фотографии разных актрис, взрослого жанра, там каких-то аэромоделей. Ну, я там как бы в рамках прилично стараюсь держаться, но в целом запрос-то высокий. То есть любой пост возьми про игры. То есть про какую бы игру я не написал, какой бы прикол не публиковал, какой мемаз бы не закинул, и этот пост именно, он всегда наберёт больше. Всегда. Я пошёл проверять. Причём, иди проверь. Больше всего эмоджи, больше всего реакций. Они разнообразнее всегда. По количеству их всегда больше. Просмотры не всегда больше, но я могу смотреть статистику, как делятся, да, то есть этими картинками. Ими делятся гораздо чаще, чем все мысли. Причём делятся не публично, а приватно. То есть в сообщениях. Ага, я тоже скидываю, бывает. Вот, понимаете? То есть это есть запрос. То есть чего уж человеческую натуру-то совсем пытаться обмануть свою? Хочется? Ну, пожалуйста. Если это в рамках приличного, почему же нет-то? А уж неприличное, вы просто никому не показываете, делайте там сами. Всё, поэтому как-то так. И поэтому, если вы решили уже сделать каких-то самураев про американского в игре про Японию, ну, вы там, не знаю, бибилд себе сделаете, в тихоря доиграете. А так вот не обязательно. Да, сделайте редактор персонажа там. Ну, кстати, да. Кстати, да. Могли ведь просто ограничиться тем, что можно сделать редактор персонажа и всё назвать абстрактные ясуки. У всех бы была какая-то отсылка. Сделайте возможность, я не знаю, тон кожи поменять просто. Если уж так вы чувствуете приближение беды. Ну, нет. Даже если бы не хотелось редактором заморачиваться, но сделайте вы несколько вариантов внешности с разными типами кожи, разными национальными признаками, и всё, пусть человек выбирает, какой ему двухметровый ясуки нравится больше и играет. Да, или некий минаж, например, вместо него вообще. Трёхлитровый ясуки. Ясуки полтора. Ну, да, собственно. Дали бы больше свободы тогда. Вообще тенденция, когда у тебя история прописана, да, есть конкретные персонажи, но не привязаны к истории. Конкретно историческим событиям каким-то. Вообще никаких вопросов не возникает. Какие там пофиг, какие ты персонажи. Ты придумал, это твой мир, ты делаешь там что хочешь. Но зато это не клиши. Когда у тебя претензия на историческую какую-то достоверность, отсылки там и так далее, когда ты ещё усираешься там и всем доказываешь, что да, то так было. Было. Всё. Ну, к тебе будут вопросы. Кребесов всегда вообще много вопросов уже. Ну, в целом всё равно плывут, держатся и на том спасибо. Но они примерно на уровне Electronic Arts плывут. Где-то так. Нет, ты мой помните, да, разборники? Да, мне не понравилось. Я вообще против всего, что я Гуртая сказал. Ну, а что поделать? Ну, вот это просто правда была. Тебе глаза, Коля? Ну, теперь надо про Ubisoft то же самое запелить. Хорошо. Нет, нет, не надо. Сейчас открою. Да нет, на самом деле про Ubisoft я такого хорошего не могу ничего сказать. Почему? По одной простой причине. Во-первых, Assassin's Creed вся клиширована стала. Именно вот за счёт вот этого мира, всего вот этого. Не, ну они попытались выбраться из этой петли. Да, и вот у тебя афро-самурай кончился. Да, и обозрались, простите. Меняют страну, меняют эпохи. Да, тут как бы сильно не разгонишься. Просто это конвейер уже. Ну, конечно. Это ладно. Мне кажется, уже начиная с Brotherhood. это уже конвейер. Ну, да. Просто у меня другой вопрос. Про Beyond Guten Devil у меня очень много вопросов. Про вторую часть. Когда они вот сейчас берут... Слушай, нужно будет. Мне кажется, уже надо забыть. Нет. Да. А нельзя забывать. Знаешь почему? Потому что... Не-не-не, стоп. Там есть нюанс. Важный нюанс. Они же выпустили ремастер. И добавили туда контент, связанный со второй частью. То есть продолжение. Ну, это тебе не гарантирует того, что вторая часть выйдет вообще? Это ничего не гарантирует. Понятно. Ну, в целом, такое ощущение, что это какая-то подготовка. Возможно, у них что-то готовится. Ну, просто Beyond Guten Devil вообще что это? Как это? Что нас ждет? Вообще непонятно. Столько лет разработки, ничего не видно, непонятно. А как показывает у нас опыт замечательный Skull & Bones... Выходит обычно кал. Да, выходит фаршик в пакетике. После долгих лет разработки практически со стопроцентной вероятностью всегда получается кал. Да? Получается Duke Nukem 4L. Да. Вот. Ну, нет, примеров там можно много вспомнить всяких плохих. Конечно. То есть долгий цикл разработки у какой-нибудь GTA, да? Ну, да. Ну, ты знаешь, что это получится. Это точно получится наверняка пушка-гонка. Да. И потому что ты знаешь, что люди делают, прорабатывают детали, чем они занимаются. Да. Ну, у них просто... Нет, стоп, стоп, прекрати. У них столько работы. А то ты начинаешь пушка, бомба, огонь. Не-не-не-не-не. Не, ну, пока каждый раз была пушка-гонка. Не завышайте ожидания, поэтому это выйдет среднячок. Ну, это мы про предыдущие части говорим. Про шестую пока вообще ничего мы не говорим. Про шестую уже они сами уже говорят, что сейчас завышенное ожидание, скорее всего, когда она выйдет, игроки разучиваются разучаруются. Ну да, но это, скорее всего, да. Это просто ремейк очередной пятой части получится. А лучше бы с фишками четвёртой предыдущих, а не столько к пятой поверезали. Верните фишки, и всё, это всё что-то... Само всё, что я бы не сказала, что у них есть завышенное ожидание. Они просто хотят как пятую, только верните фишки, пожалуйста. И все будут счастливы. Вообще её уже называют это... GTA Online 2 её уже называют. Но тогда разочарование неизбежно. Ну, мне кажется, они не денут... Ну, как бы эту опцию не откинут. Сеть сделают. Может быть, как по схеме с GTA V, типа, не сразу, там, постепенно всё это заработает как надо, но они не откажутся от этого. Это слишком выгодно. Подписка есть уже. Как зачем? Да. Причём... Там вообще столько бабок люди гребут на серверах, которые типа RP. Там такие бабки крутятся вообще. У меня сын играет в этого, в Радмира, который на Сан-Адресе. Боже. Ну, это... Я просто посмотрел, на какой уровень эти все RP выходят. Это просто жуть. Ты можешь делать там всё. То есть, он с младшего подтащил, и типа, я что вы делаете, спрашиваю? Он говорит, я везу его в администрацию, чтобы он права получил. Я чего ты делаешь? Да, 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 да. Там всё очень заморочно и завязано, причём, на валюту. Эту валюту ты можешь за реал покупать. Я как-то несколько лет назад читал какую-то статейку про чувака, который держал на GTA San Andreas RP сервер. Практически без вкладов, без ничего. Единственное, что он платил за сервер сам, но он столько бабла поднимал даже на тот момент. А если представить, сколько люди зарабатывают, которые прям всё это продумывают, делают всякие интерфейсы, обновления, постоянно поддерживают всё это, то, считай, игру сделали. Да. Ну, это вот вообще, конечно. Я смотрю и думаю... Почему мы не открыли свой сервер, да? Нет, если бы у меня в детстве что-то такое было, конечно, я бы, наверное, вообще другим человеком вырос. Или с ума бы сошёл. Я думаю, мы бы сошли все с ума. Наверное. Они как-то поспокойнее, конечно. Но в целом там реализовано всё. Там от каких-то ставок внутри игровой валюты на реальные события до казиношек, работы, рейды. Да, иди на карьер, там, копай себе на первую машину. Да, да, да. Рыбачь, там, рейди-бизнес. Потом работаешь в такси. Я смотрю и думаю, что вообще? Ты можешь вообще не выходить из этой игры. Это уровень ММО уже просто по нагрузке. Это страшно. Это жутко. На самом деле. Я бы сошёл с ума точно. Я так сошёл с ума. Там бы ещё быстрее. Поэтому, да, ну, и мы понимаем, что GTA 6, даже если она выйдет, вот этого всего там не будет. Оно от этого уровня РП не будет, допустим. Это факт. Пока не будет первое время. Ну, да, то есть GTA Online-то, конечно, там будет, наверное, жирно всё равно. Но в целом, блин, оно не дойдёт до этого уровня. Это, как касается скрипт, никогда не достигнет исторической достоверности. Нет, почему 5-й, это дошло до такого уровня? На базе, на базе 5-й тоже сироков РП с таким уровнем дофига. Да? Да. Со всякими кастомными там модельками и вот это всё прочее. С работами. Интересно. Я как-то вообще не задавался мыслью. Просто все играют в такое, потому что комп не тянет. Ну, как нельзя. Слушай, ну, вот у мелкого, у младшего комп помощнее. Он ему поставил, включил там прям график такая солидная. Оно такое популярное как раз за счёт того, что у многих слабые компы. Как КСК? Ну, типа, да. Ну, это вообще, это, кстати, отсылает меня к одному моменту. В курсе, что вышла Valorant вчера на консолях. Да, да. Открытая бета. Когда-то, сто лет назад, мы с вами этот момент обсуждали. Вы, может, помните или не помните? Да, там слухи были. Я тогда ещё на геймпайте играл без всяких там гироскопов. Да, да, да. Мы ещё разговаривали на тему того, что как это вообще будет, как можно будет играть. И вот я пока не попробовал, но... Да, в итоге они просто АМСС туда запихали и всё. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? В целом, я даже трофеи не смотрел. Есть вообще там трофеи или нет? Ну, я бы поиграл. Потому что я играл на ПК. На ПК, на Гибатор 666, это не я. Там вроде есть трофеи, но, по-моему, без платины что-то такое. Сейчас надо глянуть наверняка. Да что ж такое? Вот это издевательство, я считаю. Почему в сетевые игры не добавляют в последнее время такие нормальные, адекватные списки трофеев? Вот была же Роу Компани, мы играли, классно было. Там было плашечка. Мы с удовольствием её выбили толпой, играли, было классно, приятно. Да, нет, там платины. Нету? Дропски. 16 трофеев, 795 поинтов, платины нет. Это поинтов, это чё ты, ну вот эти очки, там помнишь, очки и же даются ещё за трофеи. Понятно, ну, потом поди платина тоже лёгкая, ну то есть не платина, а комплит. Не знаю, насчёт трофеев. Играй, 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 играй. Ну, походу, да. И не забудь играть. И поиграй завтра, сегодня, послезавтра, всегда. И задонай. А прикиньте, сделают платный эмасист, вот классно. Да никто же не додумался ещё, да? Так есть, в смысле, читы, вот тебе платный эмасист. Нет, от разработчиков, от разработчиков. Мы придумали великолепное решение. Вам больше не придётся покупать у читеров незаконные программы. Мы сами ведём официально эмасист. Мы продаём законные программы. Да-да-да. А, кстати, это меня тоже отсылает ещё к одной новости. Недавно вышла Тарков ПВЕ-зон. Я не знаю, видели вы или не видели. Я тоже хочу, на самом деле, попросить и написать даже материал. Почему? Потому что это же решает проблему читеров полностью. То есть, может, нормально в оперативе теперь играют против ботов? Да. Да, кстати, но там боты тоже бывают читерят. Они там сквозь стену смотрят. Так что нормально. Не, боты, понятно. Боты просто другой уровень конфронтации. Ну да, да. Там ты уже не столько будешь гореть над человеком с читом, сколько на криворукового разработчика. Да, над вполне конкретным человеком и с читом. Ну, в общем, да. То есть, причём ПВЕ-зон доступен за денежку. Да, 700 рублей, кажется. По-моему, нужно максимальное издание вроде надо. Ну, оно бесплатное. Есть максималочки, да. Age of darkness. А, ты заговорил, как этот человек с Европы. Yes, yes. Песни говорит. Всегда один. 800 лет. Age of darkness. Вот это вот. Я даже не придумал название песни. Ну так вот, мы что-то с вами отклонились на столько. Настолько. А я говорил, что мы не дойдём. Мы не дойдём до следующих новостей. Что Assassin's Creed перетёк в Star Wars и во всё остальное. Как мы до Valorant отошли вообще, мне интересно. Я потом переслушаю. Это флоу. Это флоу. Это просто на подкастах флоу. А как мне потом это на разные новости разбивать? Вот скажите мне. А не надо на разные новости разбивать? Это всё одна новость по Ассасинам. Ладно. Это одна страшная новость просто. Нет, там было много таких новостей. Да, да. Усочных. Которые мы изначально не собирались обсуждать, но так получилось. И вот мы тут. Да. Давайте немножко подытожим по Assassin's Creed. И может быть ещё какую-то одну новость быстро вспомним и закончим на этом. Чтобы хотя бы на две можно было это всё разделить. Хотя бы. Сейчас. Или пофиг. Сейчас, подожди. Сейчас. Ты пока говори, подытожь. А Серёжа, надо придумать подводку на холодильнике и террарию. Объединить это. Давай. Мозглой шторм. Не надо это объединять. Ну, кто меня трахнет в террарию? Простите. Разработчик террарии, да? Или холодильник? Поэтому я и не хотел объединять. Это шоу сумасшедшее про выдуманные новости. Знаете, есть же. Да. Типа тут так же. Разработчик террарии хотел трахнуть холодильник, чтобы вернуть деньги игрокам. Не надо. Какой ужас. Какой ужас. И у него получилось. Вот. Короче, с Assassin's Creed что мы имеем в итоге? С Assassin's Creed. С Assassin's Creed имеем в итоге такую штуку, что Ubisoft могла сама себя палки в колеса не вставлять. Могла проблем не создавать. Ну, сделали вы персонажа нестандартного. Ну, вы признайтесь, что вы специально сделали нестандартного персонажа. И вы ни в какую историческую достоверность не упираетесь. В общем, это было очень недальновидное решение упираться. Но в целом оригинальное решение про придумать такого персонажа и использовать его. Почему? Потому что, ну, это какой-то вот не клише все-таки. Поэтому они, короче, и выиграли, и проиграли одновременно. Вот. Да. Поэтому хорошо, что извинились. Плохо, что упирали. Ну, японцы, походу, не купят игру. Японцы, скорее всего, да. Хотя, ты знаешь, смотрел я геймплей, а там не так все плохо. Я бы даже поиграл с удовольствием. Я, собственно, так же говорил и про Ориджинс. Так можно про любую практически игру Ubisoft сказать. Когда смотришь трейлер, и такой, вау. Кто выходит в Watch Dogs 1, и такой, ууу. Не, ну я жду Star Wars, поэтому Outlaws я все-таки хочу. И, наверное, поиграю. Наверное, даже буду обзор писать. Потому что, ну, сильно жду. Сильно. То есть, у меня редко бывает, что я прям сильно жду. Ждем, короче, обзор. Тебя. Ну, от меня сильно не ждите там. А все, уже ждем. Не, просто быстро не будет. У нас же, как всегда, игры, которые не дает издатель, они очень долго готовятся, обзоры. Долго. Да, потому что игра, получается, в день релиза, через каким-нибудь путем, через каким-нибудь путем, там, хитрым, или покупкой, или еще как-нибудь. И, в общем, поэтому долго. Потому что издателям в этот момент ничего не должны. Потому что издатель нас не поддержал. Почему мы должны его поддержать? Быстрым обзором. Понятно, что хочется быстро прочитать обзор. Ну, вот, там немножко другие начинают механики подготовки текста работать. Итак, террариум и холодильник, ты сможешь. Да не надо объединяйся. Да не объединяйся, все в порядке, просто расскажи. Мы охладим атмосферу, охладим атмосферу. Серега, охлаждай давай атмосферу. Пойду открою холодильник. Открой. Знаете, вот такой жанр, вообще, всеми любимый, как симуляторы свиданий. Очень знаем. Да, я знаю. Я не буду вдаваться в подробности. Очень знаем, но не факт, что любим. Я, в смысле. Говори за себя. Меня всегда больше привлекали другие визуальные новеллы, не про симуляторы свиданий. Хентай. Хентай. В смысле, это как раз они и есть, поджаммер. Оу. Ну, да. Тут, короче, выходит симулятор свиданий, немножко с необычными такими механиками, которые называются Date Everything. И там, как бы, название говорит само за себя. Потому что в этой визуальной новелле, которая будет на ПК, на Xbox Series, на PS5 и на Nintendo Switch, вот, и там ты сможешь заводить романтические отношения с любыми вещами, которые тебя окружают. Прямо вообще всё, начиная от кровати, заканчивая... Я люблю кровать. Да, я тоже всё люблю. Пожарную сигнализацию даже можно будет использовать для этого. Шкаф, пылесос, холодильник, мусорное ведро и вообще все другие предметы, которые вы видите вокруг себя. Я думаю, может быть, даже компьютерную мышку можно будет позвать. Оу, yeah. Да, будет интересно это посмотреть. Но в игре они будут представлены в виде таких хуманизированных версий. То есть это будут как парни, так и девушки. Я не знаю, как там оно всё будет зависеть. Типа, привязка к полу будет? Холодильник — это 100% мужчина или это может быть женщина? Как повезёт. Мне просто сразу вспоминается из Z-Amic Heart одна мадам. Не трахнись, не узнаешь? Ну, там была такая мадам типа холодильника. Шкаф такой горячий. Останься. Я чувствую, ты соски теребишь. Да. Причём тебе. Продолжай. И новость тоже. Короче, по сюжету этой игры главный герой. Его жизнь рушится после того, как он теряет работу из-за того, что в службе поддержки его заменили искусственным интеллектом. Помните, мы как-то обсуждали в каком-то выпуске вот эту проблему искусственного интеллекта? То, что они отберут у нас всю работу и оставят только пол мыть. Вот. Или как там у нас было? Пылесосить. А чём-то мы собрались делать? Да, работа кто-то. Как это обычно бывает во всяких таких аниме-историях, его жизнь после этого кардинально меняется, когда какой-то таинственный незнакомец дарит ему волшебные очки, которые называются дати-виаторы. Ну, типа как авиаторы и дейт, вот оно совместилось, получилось дати-виаторы. Какая игра слов. И они превращают все объекты вокруг ГГЭ в живых существ, с которыми можно ходить на свидания. Мне вот интересно, что было в голове авторов вообще? А известно, что? Что они накурили вообще? Ладно, давайте представим себя на месте главного героя и пофантазируем, кого бы мы позвали на свидание. Консоль. Консоль? Конечно. Консоль. Конечно. А какую именно? Вот, Егор, ты в какую консоль позвал? Какую? Соню? Настя, ты бы кого позвала? Тоже? Вон, PlayStation. Нет. Нет. Не, PlayStation это девочка же получается. А вдруг? Или Switch или Xbox? Мне почему-то кажется, что это все-таки парень PlayStation. Ну да, наверное. Так все там, тогда одни парни. Подожди, а ПК? ПК это кто? ПК, а у компьютер. Блин. А PlayStation это игровая станция. Виту только можно. Это значит, что-то женский род. Виту взял. Я так и подумала, что ты взял бы портативную консольку. Ну, тут, видишь, врядов не осталось, поэтому, конечно, видно. Ну, как бы ты даже в реальной жизни можешь брать ее на свидание. Да. Не так, нет. Ну, короче, в игре будет полностью 100 озвученных персонажей. Вот, выбор, я думаю, там будет огромный. И поэтому, все, ждем реализа. Будет везде. Будем играть, веселиться. И... Скажи это слово. Нет, я не скажу. Я пошел к холодильнику своему. Попрестаю. Пошепчу. Дверку подкрываю. Пошепчу на мотор ему. Окей, ну, ладно. И, на самом деле, здесь можно разгонять про пылесос вообще очень мощно. Да, да, да. Мы как-то уже сказали, по-моему, за выпуском было, про Кирби, который... Да, тут же пылесос. Пылесос туда как бы решает. Главный претендент. Надо повстречаться. Причем даже не надо новеллу, не надо вообще. Прямо прям... Да. Все само по себе получится. Тьфу. Тьфу. Так что да. Ох. Что, Серега, ты вспомнил свиданку? Я просто думал, что у меня из этого вырезать придется. Да ничего, зачем? Ну ладно, разрешайте не вырезать, ладно, я не буду. Нет, разрешаем не вырезать. Все, спасибо. Это факт. Факт. Блин, тут одно пушистое животное пытается проломиться на закрытый балкон. Она... Пушистое животное. Она почувала предательство. Она почувала, что ты все внимание хочешь уделить холодильнику. Она этого не позволит. Она единственное божество в квартире. Что ты милкаешь? Ты в туалет хочешь? Что ты хочешь? Пускай. Я не могу ее пустить. У меня тут конструкция об баррикадировании на балконе. Ага. Все, передумала? Главное, чтобы уже не сходила. Блин. Она не успокаивается. Что ты хочешь? Ты просто сюда хочешь. А думаешь, она тебе ответит? Подаст какой-нибудь знак. Иди сюда. Она просто сейчас будет ломиться сюда, а потом она будет пытаться ломиться отсюда. Все, зашла. Все. Продолжаем. Простите. Ну так вот, холодильник. А вы знаете, что у меня есть морозильная камера? Ничего себе. Конкуренция. То есть отдельно от холодильника у тебя? Угу. Это разнообразие. А я думала, это холодильник прицепа. Холодильник прицепа? У тебя такой? Транспорт прицеп. Какой? Опиши его. Какой? Нет. Ну такой двухкамерный. Это классный. Сверху. Снизу морозилка, сверху обычная. Да. Просто давайте просто говорить о холодильниках. Да. Это подкаст про холодильники. Новый формат. Холодокаст. Обзоры холодильников. Наверняка, что на ютубе есть человек, который делает обзор холодильников. По-любому. По-любому. А ты только автоблогеры, только про холодильники. А потом он их... И второй, другой, короче, текст. Это видео делает. Про то, с каким холодильником лучше играть на волну. У меня аж прям тут температура подниматься начала. Да. Вот этих ваших холодильников. Мне тоже пришлось обмахиваться. Потому что столько смеемся. С закрытым окном и в такую жару тяжело, конечно. Поэтому все мысли о холодильниках, простите. Люблю свой кондиционер. Я бы даже на свидание с ним пошел. Да. А ты пробовал охлаждать еду этим кондиционером? Еду? Еду? Да. Ну, положить под кондер еду. Нет. Ты попробуй вдруг получится. Нет, только... Просто я сам не хочу это эксперимент ставить. Оно охладится, конечно, если он будет на нее дуть. Ну, у меня, например, стакан с водой стоит, он постепенно охлаждается под ним. А ты фильтры меняешь? Где? Обслуживание проводишь? Пока не приходилось. Я обмыл. Как у консоли термопасты? Ну, там просто их промыть надо. Пока свежий кондиционер несколько лет стоит еще, ничего прям глубоко промывать не надо. Но я прочищал. Это вот это вот, где вода выходит, точнее, этот конденсат. Ну, то есть, пользуясь терминологией, ты прочищал. Прочищал, да? А-а-а, Серега, блин. То есть, кондиционер, в принципе, холодок, вот эта вся тема, то есть, оно там подтягивается только одному. Ужасно, ужасно, конечно. Ну, там видео записываешь, что ли? Ну, там, в смысле, интересно. Представляю, на ютубе это видео. Не, на ютубе. Ты Релега прочищает. На ютубе не знаю такого. Почему? Ну, ты же прочищаешь трубы, ты же не трахаешься. На ютубе, что для бустеров будет, чаще. А че? Не надо пожараться. Ну, что такой контент и делают на бусте? Это уже на другой. На другом пусте надо закладывать. Тогда сам говорил, ничего такого, блин. Ну, ты про другое уже там. У тебя все пыталось. Да-да-да. Я ничего. А как это, натянусь, он прям под потолком висит? Это уже онлифанс, по-моему. Когда тянешься, так снимешь чё-то. Пока холодненький, так сказать. Ужасно. Отвратительный, Егор. Это? Да ты придумал. Я знаю, спасибо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. ну ладно хорошо что-то потеряли еще у нас на горизонте или она уже была один раз улетела хотя бы сейчас хорошо серёжа вот смотри ты во что хорошо играешь пожалуй не во что я вот недавно так посмотрел и подумал блин ну походу мне ни во что не получается кризис среднего возраста я прям аж затупил немножко думаю я к чему просто создатель террарии точно знаю что хорошо играет в террариум хорошо как бы не удивительно террариум да потому что у него консоли разработчика и он с его помощью может делать все что угодно в этой игре поэтому он играет хорошо ну нет ну нет не только поэтому у него реально скилл уха там есть да там давайте к новости как-то перейдем ну давайте вы серёжа переходите рассказывать главный разработчик террарии который известен под своим псевдонимом редиджит или редиджит короче там что-то с цифрами связаны диджит и ре перецифрование ну короче как так у меня переводится никнейм я не знаю зачем я перевожу его никнейма ты не хочешь новости рассказывать точно его зовут эндрю спинкс и он предложил значит для всех покупателей его игры террарии такой челлендж политику возврата средств что если они побеждают его в ппп то он без всяких дополнительных расспросов будет возвращать полностью сумму за игру при этом террарии не сказать что прям дорогая не по сути по сути он предлагает денежное вознаграждение всем кто выиграет в пвп если так разобраться и круто возвращать не надо будет очевидно почему ну возможно будет игру за нет я не думаю вот короче игра в стиме отделом возврат и не перевел ничего удалился стима просто игру украл все до 400 рублей но он пошел на этот шаг не просто так а потому что он уверен в своих силах как рассказывает один блогер по террарии ему как-то приходилось сражаться вот с этим разработчиком и у него ничего не получилось его не получилось победить непобедимый неуязвимый сразу мультик вспомнился но походу почти такой да этот блогер под ником чипи чипи там как-то короче с ним сражался на копьях его очень быстро одолели короче на разработчик имбовый сложно сражаться я думаю даже если кто-то решится то шансов практически нет ну я не буду я да это что-то не особо хочу тебя послужит потому что у меня террарии нет и я не хочу ее покупать купил деньги вернуть не по сути да то есть ты нормально ты мутанулся ты купил игру пошел победил разработчиков те деньги это же вообще схема это это можно маркетинг да только если бы было все так просто все так сложно не было бы прикольно если можно было с разработчиками колды схлестнуться я думаю там можно было победить прям легко не слышать это отсылает тоже нас к очередной новости которые я вспомнил что миядзеки который делает нам соус лайки на самом деле вообще нубас да он об этом рассказал что ни хера играть не умеет на самом деле что делает этот весь ад а сам вообще типа в афиге как это все проходят такой сами страдаете он наверное первую игру и делал такой блин ну это же непроходимо да 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 ну кто будет играть кто это будет проходить и все забавно что кто-то думал что он мастер хардкорщик раз делать сложные игры вы видели эту камеру во всех дарксоусах который не чинится думаете человек который был бы хардкорщиком позволил бы этот ужас конечно он не играл свои игры иначе я не знаю как можно столько сделать эту кривую камеру насти наболела нет а он же не играет игры он в них делал разные вещи поэтому не фиксит эту камеру она ты его не беспокоит это ты с ней мучаешься потом да ну то есть делать пирсинг а не равно носить пирс в общем вообще не наболела простите кстати статуровка почему так не работает по моему все тут у мастера просто да и не те кто пирсинг делает обычно тоже часто что-нибудь про кого то то да то писать про игры не равно играть в игры логично писать обзор и не равно играть в обзор и никогда не играл ух ну ладно я думаю что на этой классной штуке новости можно будет останавливаться штука новость и закругляться да потому что вообще мы нормально так разогнались как обычно вообще вас не остановить да мы там в начале поплавали хорошо даже скалом бонс очередной раз помнили почему-то только эта игра то хорошая даже не утонул до сих пор стим вот выходит да говно не тонет смекаешь ладно хорошо давайте вспомним замечательных людей ради которых эти подкасты пишутся которые поддерживают нас больше всего ну вообще вся аудитория который нас поддерживает спасибо огромное но гром максимальное спасибо гигантское просто это нашим бустер витя фуцкиру оригиналу лени фишек какому-то рандому среди максима пока других максимов нет твоим трусам в крапинку мульту мистеру фиксу юсю 91 икс волу и джерку и да можно не обращаться всем спасибо за всем уважением до респект респект ребята огромный короче с вами сегодня были я горе феникс бить давай давай ты хотел вот это в ролях да да в подкасте снимались серёжа барокин это я дастя волк олоджист и озвучиватель титров это он все раунд короче да вот так этом все спасибо до свидания приходите еще всем пока кушки всем пока пока